Ну что, мы продолжаем постройку нашего самодельного передвижного устройства И в этом выпуске мы точно поедем, мы точно доделаем наш проект Если сложить бюджет, который мы потратили на данную вот эту вот нашу люльку То на эти деньги можно было бы купить уже, наверное, автомобиль Не новый, конечно, а поддержанный Но что касаемо вот новых автомобилей Совсем недавно я смотрел, что у нас творится на рынке новых автомобилей Сейчас очень много китайских брендов Есть и плохие, а есть и крутые Вот как, например, ГАК GS8 второго поколения Это просто нереально огромная тачка с большим количеством электроники Он имеет автоматическую коробку передачи iSyn третьего поколения Это дает вам комфорт от управления данным автомобилем В GS8 второго поколения найден компромисс между технологичностью и удобством использования Это точно отличает его от конкурентов А вы знали, что ГАК входит в пятерку лидеров по производству в Китае И имеет опыт сборки автомобилей как для внешнего, так и для внутреннего рынка Собственные разработки и проверки всей безопасности от оптики до краш-тестов Четыре богатые жирные комплектации на выбор Подойдут под любые нужды В общем, комплектации на выбор кому как понравятся Я думаю, многим зайдет данный автомобиль и многие захотят посмотреть на него вживую Если хотите, то переходите по ссылке в описании и записывайтесь на тест-драйв Чтобы вживую ощутить вот эти все ощущения от управления данным автомобилем А мы поехали дальше строить наш проект У нас сегодня миллион двухтысячная серия постройки нашего проекта Турболюльки И я нахожусь сейчас в очередном гаражном кооперативе И не зря я стою здесь Потому что сейчас наша турболюлька переехала вон туда Вон в тот гараж Там у нас эксперты по мотоциклам Можно сказать то, с чего она начиналась То есть начинался ее двигатель В этом же гараже мы перебирали двигатель И меняли в нем вкладыши Теперь же я прикатил свой трайк сюда Для того, чтобы парни сделали электрику Так как данный двигатель инжекторный И никто в Волгограде не может запустить инжекторный мото-двигатель Так как там есть свои тонкости и нюансы К нам уже приезжало три электрика Которые пытались разобраться с этим Но ничего не получилось, все тщетно На катушке по-прежнему не поступал сигнал Ну и на этот раз все пошло отлично Профессионалы своего дела докопались до истины Давайте для тех, кто не знает, что это такое за проект Я расскажу, что же сейчас сделано уже по механической части на сегодняшний день Это передняя подвеска Это рулевое управление Это у нас система тормозов и сцепление гидравлическое Ну такой импровизированный капот Это у нас бак, а под ним большое колесо от BMW И приводится она в действие вот такой большой стантовой звездой Посмотрите, какой у нее размер Также у нас здесь установлена ступица от BMW Тормозной диск от BMW Суппорт от двенашки И приводной вал Сделан именно для данного автомобиля Он напоминает привод от BMW А задняя подвеска работает вот так Ну и сердце нашего проекта Это двигатель от Сузуки Литровый, мотоциклетный В 150 лошадиных сил Очень мощный Наш проект уже строится давно И было много выпусков Многие про него немного подзабыли Если вам нравится то, что мы делаем То поддержите данное видео активностью Я думаю, вы знаете, что делать Лайк поставьте, комментарий напишите Ну и отправьте, друзья Тогда у нас будет интерес и стимул продолжать дальше Спустя сколько стимул? Два года он к тебе вернулся? Да Я говорю, самое интересное Теперь спрашиваю, сколько он у нас собирает? Я говорю, два года собирает Я говорю, с учетом того, что У меня он был буквально пять часов на сборке дышка И я отдал Теперь на данный момент Электрика проведена И все подключено Прятано Охереть То есть и тут оно все аккуратно убрано 50 метров Вот это все висело Ну да, да, да Вообще непонятно, что куда, откуда Теперь мне удобно двигателем ковырять Замок зажигания Подключен Насос пошел качать Так, и кнопка старт-стоп Осталось теперь запустить Что, конечно, получается не с первого раза Здесь крепление понапридумаем И мозги сюда же повесим Ну работает Ну так, громковато было Нет, прям огонь видно было отсюда Давай Я впервые услышал, как он работает Да, вон сейчас вот потекла Слышно Он прям струю дал, прям хорошую такую У нас топного глушит Да, вот оно масло потекло Да, двигатель запустили Но нужны теперь небольшие доработки Привет, привет 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 Говоришь, есть что показать? Нет Конечно Ну показывай, что тут есть Привет Закрой глаза Так, закрой глаза Закрой глаза Ага Смотри Смотри Какая у тебя теперь коробка передач Тра-та-та-та-та-та-чк Чик-чик Опа, нихрена себе Да, что с цеплением там Да, понял, понял Да, чтобы не тянуть уже туда Оттуда вот этот тросик И вообще вот эта педалька Теперь уже и не нужна Нахер Все, я понял То есть вот тут мы вот это все распорахли Так не нужно вот это не нужно готовим трайк выезду приготовили все технические жидкости нужно спрятать электрику чтобы не болталась у нас обнаружилась проблема когда мы в первый самый раз залили бензин в бак то в нем обнаружились течи это специальная это смазка для этих для колес чтобы колеса хорошо пробуксовывали и горели классно чтобы с огоньком можно было а это просто чтобы чтобы не скучно было ехать течет специально это все продумано тимоха прикрепил временный бак из огнетушителя для первого выезда будет нормально и также мне осталось отвести колеса которая спускает постоянно нужно их залазать так привез резину здесь у меня и летняя зимняя резина везде в машине будем ставить сюда новую резину на на люльку потому что то резина мне сказали уже все ей капец она уже совсем дубовая и диски кривые скорее всего и диски тоже будем менять поставим сюда новую вот эту вот это виать и а все-таки это лет на летняя резина у нас еще будет боевой выезд нужно будет сделать замер 0100 и все-таки нужно чтобы это было на хорошей шине хорошей резине и плюс у меня еще сейчас я буду подготавливать уже к зиме это зимняя резина это уже для рафа это получается тоже виать и и здесь у нас не шипованная резина не шипованная резина у меня вот на это я уже прокатался наверное года два она показала себя отлично держать хорошие кашу отводит вот эту снежную кашу хорошо и ее тоже сейчас повезем на шиномонтаж ее эти шины мы оставим в гараже у тимофея пойдемте уже нужно выезжать папа хорошо хорошо протекала ставим глушители все-таки глушителями будет лучше да так гораздо пожалуйста замедленном действия выхожу сзади дым добавишь вот так кто у нас это спортивный рулю с разъем подожди я вручаю вовка на ты первый кто вливовка я как бы наполнил железе огнетушитель если вдруг он будет гореть я просто ржи да 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 стой и так и так вверх воздух для первого выезда у нас немного доработано и переработано весь этот педальный узел то есть газулька у нас которая должна быть здесь ее сейчас нету газулька мы подключили под левую ногу у нас вот так реализовано так как тросик самый длинный который мы нашли на данный момент у нас оказался вот такой вот он трос трос газа и сейчас я буду левой ногой получается газовать вот а правой ногой тормозить ну так как я левша для меня это вообще не проблема я это все сделаю я думаю я справлюсь я думаю я справлюсь нормально все будет бери день ты его прям держи вовку нейтралка стоит все сцепление первое поехали я сейчас опа что было все заклинило это зажигание я не могу дозировать то есть обороты сейчас ну если чик группируя и Уди, 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 перебери Сейчас немного пойму, как ее управлять, чтобы, знаешь, было понятно, интуитивно Ну, мы вторую Ладно, как иài ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ХОРОШ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СМЕХ 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 Да шлем-то, ладно, видишь, с рулем, да? Да это будет всё, чтобы ты сразу хоп такой вылетал. Да-да-да, чтобы в ад сразу проще было вылетать, да? Нет. Не, ну, блядь, она этот... Да, даже тормозный, она просто подпрыгнула. Глушитель сорвало. Да это мелочи. Так, так, лишь бы масло там ничего не потекло. Это стоит ли показывать будет или нет, но это... Да, конечно, стоит, ты глянь, какой контент, идиомай. Ну, может быть, знаешь как, площадка была бы побольше. Я вот здесь разогнался, и на тормоз давлю, а, видишь, колёса подпрыгивают. И зацепа нет вообще, да-да, и зацепа нет, и он просто идёт. Ну, хотел же взять маленький двигатель от Урала, поставить заднее колесо от Урала. Нет, блин, придумали большой двигатель. Сейчас она будет вообще орать. Это Формула-1. Это Формула-1. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, дальше страшно. Ты говорю, переключай. Не-не-не. Тут просто знаешь как? Ты чуть-чуть подпрыгиваешь, у тебя сразу газ давит. Почему оно там мне сорвало? Я начал прыгать, я газ давлю, и она меня в углу раскачивает. Она понял, что? Сейчас ты первый идешь, ты газ давишь, она вот срывает его вот так вот. Ему прям не хватает оборотов движка раскрутиться, чтобы прям в дым прям третью, четвертую ему сунуть. Мне оборотов очка не хватает, чтобы нажать побольше, чтобы, блин, это очень страшно. Я хочу с этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По стороне смотрится, конечно, это просто нереально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собей это сделал вот так. Ну, это по привычке. Переключаться, да? Да, даже хотя бы вот на эту штуку. Ну, смотри, во-первых, я левша. То есть мне уже, как бы, в принципе, мне под левую руку нормально. А этот... Как знал, как знал. То есть, видишь, вот единственное, конечно, хочется газулька, чтобы была с той стороны непривычная немножечко. Ну, ничего, как бы, при ловчиться можно. А газульку можно поменять. Вот. Площадку вот сюда выварить. Поставить. Прямо подварить и сюда. Сделать ее сюда. Наверх ты имеешь в виду поставить? А тормоз, наоборот, отрезать. То есть перевернуть вот так. И сделать сюда ее. То есть их поменять местами просто. Ну, да, да, да. То есть если сцепление здесь, тогда тормоз уже там уйдет туда, конечно. Ну, вот я сейчас ехал, просто непрямая. Хочется вторую в окно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, на всякий случай. Нет, Тимох, ну, это техник безопасности. Лучше перебздить, чем недобздить. Как говорится. Слушай, ну, эмоции были. Как ты говорил, что будут эмоции. Были не то, что, знаешь, такие драйвовые эмоции. Были, конечно, страшно, но... Так ты вторую только стунул. Третью не стунул. А там и 4, и 5, и 6. Ну, то есть, в принципе, до 300 км в часу на это. Нет, ну, чисто теоретически... Ты попробовал 20% того, что она может. Километров, ну, 150 бы она точно бы поехала. Ну, да, чисто из-за звезды. Из-за звезды, из-за этой. Ну, опять же, ну, блин. И ее бы каждую скорость бы срывала бы полностью. Ее передачу бы срывала бы постоянно. То есть при каждом переключении она бы всегда шлифовала. Это просто жесть. А на асфальте, представляете, сейчас бы действительно дать. Вот на голом асфальте. Прям хорошенько ей обороты так раскрутить. Она бы просто крутила. Она на третий бы прям очень хорошо двигала. Пушка, да. Но все-таки тормоза она дорабатывает. То есть на первой, видишь, в чем прикол? На первой она сорвала-сорвала и разогналась. И уже вот и просто едет. А вот вторая, третья, там попробовать с третьей на четвертой сунуться, чтобы прям на хороших скоростях колеса развернуться. Вот это да. У нас сейчас еще задних тормозов нет. То есть задние тормоза просто-напросто отключены. Мы выехали на передних тормозах. Подключим задние. Рулевой нужно дорабатывать. В любом случае перерабатывать все это. Но, блин, сейчас уже она едет и едет нормально. Да, конечно, там сидение нужно закрепить. А то потому что ты едешь, тебе болтает. Почему я слетел? Потому что я начал подкидывать. Сидение вперед пошло. Я на газ нажал и просто, блин, вылетел. Хотя у меня газ с тормозом одновременно было. И тормоза не сдержали это все. Вот когда она вылетела у меня. Нужно выводы теперь сделать из этого. В любом случае будем все это дорабатывать, перерабатывать. Но мне нравится. Мне нравится. Сколько? Два года. Два года. Два года. Сейчас, на данный момент, мы его отвезли обратно в гараж 2Т. Для того, чтобы доделать здесь сварочные работы. Это, во-первых, сделать, наконец-таки, этот бак. Я думал, что он заваренный, опрессованный. А потом, как выяснилось, Серега сказал, что он этого не делал. Но ничего. Все это будет доделано. И уже следующий выезд, который планируется, может быть, где-то через месяц. Загадывать не буду. Зачем я это сказал? Сейчас этого не случится. То есть, он уже будет сделан с этим баком. С системой охлаждения, уже реализованный, чтобы полностью двигатель работал, вентилятор. И сделать нормальное управление. Потому как здесь сейчас у нас газулька непонятно как реализована. И тормоза только идут на переднюю подвеску. Нужно доделать, наконец-таки, задние тормоза. Потому что шланги все протянуты, трубками все подведено. Это просто нужно все правильно прокачать. И правильно сделать. Это тоже будет делаться в ближайшее время. И уже мы можем выехать где-нибудь на площадке и уже пожигантить на данном проекте. Это я этого жду. Самое главное, конечно, не убиться на нем. Но здесь в целом все реализовано нормально. Есть нормальные тормоза, и уже все будет хорошо. И площадка пошире. И там уже можно будет подрифтовать. Это уже будет, друзья, в следующем выпуске. Если вам понравился проект, то поставьте лайк. Ну и отправьте друзьям, чтобы данное видео продвигалось. Потому как YouTube это бездушная машина. Она не понимает просто просмотров. Она понимает, если вы взаимодействуете с контентом. Ну и пишите, как вам вообще данный проект. Плохо, хорошо? Какие можно будет сюда сделать доработки? Или, может быть, начать уже новое... Плюнуть на этот, начать новый проект. И переделать все вообще по-другому. Все, друзья. Всем спасибо. Мы продолжаем делать этот проект. И продолжаем снимать новые выпуски. Все, всем пока.